Вместе с нами смотрел сюжет в прямом эфире военный эксперт Роман Григорьевич Светан. Его мы сейчас попросим подключиться к нашему разговору. Роман Григорьевич, приветствуем. Приветствуем вас, Роман Григорьевич. Приветствую. Роман Григорьевич, ну смотрите, видно же, что и логично, что успехи вооруженных сил Украины на востоке Украины, на юге Украины по освобождению наших земель, они ускорили и процесс предоставления военной помощи Украины Западом, увеличили объемы этой военной помощи. Повлияют ли эти успехи и общее настроение Запада сейчас на переговоры по вопросам радиуса применения этого вооружения и согласования целей? Как вы считаете? Ну, я думаю, нашим партнерам донесли ту информацию, что Хаймерсами, которые сейчас есть у нас, это ракета Хаймерс, МЛРС, Марс, это пусковые установки. Нам передаются в основном ракеты М-31. Это осколочно-фугасные ракеты дальностью до 80-85 километров. Правда, сейчас уже заходят ракеты М-30, это со шрапнелью, с воздушным взрывом, там до 200 тысяч вольфрамовых шариков. Это как раз встречать наших уже новых чмобиков российских у нас. Но глубина 85 километров, это максимальная. Хаймерс не подходит к линии фронта, значит, максимум мы сможем доставать километров за 15-20, они стоят не ближе, чтобы не попасть под огонь артиллерии вражеской. Потому достаем мы 50-60 километров в глубину фронта. Допустим, действительно, правый берег мы достаем, правобережная группировка российская полностью простреливается теми ракетами М-31, М-30, которые сейчас у нас есть. А вот южный фронт запорожский, мы его достаем только до середины, до глубины, до середины глубины фронта. Ширина фронта 100-150 километров, глубина фронта 100-150 километров на ширине где-то 250 от Запорожья до Донецка. Мы достаем вдоль этой линии фронта максимум до Полох, Токмака, но не южнее. То есть Мелитополь мы не достаем, Бердянск не достаем, потому эластическая цепочка, которая сейчас снабжает весь юг, южный фронт, она идет от Ростова через Мариуполь, до которого мы тоже не достаем, через Бердянск и дальше на Мелитополь и на Каховку. Мелитополь и даже с правого берега достать будет невозможно, если к Хаймерсу туда подойдут, допустим, сейчас мы освобождаем правый берег, и с правого берега достать невозможно до Мелитополя. Кстати, и до Чангара в том числе не достанем, до Чангарского перешейка с Крыма также идет вооружение. Максимум, куда мы сможем достать, если освобождим Херсон, это до Перекопа, до Перекопского перешейка. А вот Чангар будет свободен, и для того, чтобы нам выбить хотя бы даже эту цепочку, нам надо ракеты от 150 километров и дальше, это уже Атакамсы. И я думаю, именно вот эта надобность, она как раз приведет к тому, что американцы все-таки решатся нам Атакамсы передать 300-километровые. Мы уже не говорим за ракеты, допустим, ПСМ, которые могут до 500 километров бить. Это также Хаймерсы могут использовать эти ракеты. Ну, хотя бы Атакамсы. В смысле, Атакамсы сейчас уже модернизированы, они уже больше 300 километров преодолевают расстояние. Роман Григорьевич, как вы считаете, чем в действительности вызвано нежелание американской стороны передавать сейчас украинцам Атакамс? Ну, то есть, заявление о том, что якобы это связано с возможной эскалацией, они не уверены, что имеют под собой почву, поскольку эскалация может произойти абсолютно неоправданно, то есть не связано с какими-либо поставками вооружения, просто если, например, Путин принимает соответствующее решение. Ну, я думаю, здесь 50 на 50 есть моменты, связанные с политическими какими-то торгами с Путиным. Американцы используют передачу нам Атакамс как определенную дубинку, то есть принуждают Путина к каким-то действиям или к каким-то недействиям, но уже на другом театре политическом. А именно для нас, я не думаю, что мы показали какую-то свою строптивость в этом вопросе. То есть украинский генштаб четко понимает, куда используется каждая ракета, отчитывается перед поставщиками, и я не думаю, что это проблема. То есть, скорее всего, все-таки политический вопрос, связанный с какими-то договоренностями между американцами и россиянами. Ну, давайте от Атакамс перейдем к тому, что уже нам предоставляют. Министерство обороны США уточнило, что именно входит в пакет военной помощи Украине размером 625 миллионов долларов. Напомню, что об этом позавчера буквально сообщили, что они готовы нам это выделить. Давайте, возможно, не я прочитаю просто этот список, да, с листа, как говорится, а вы нам расскажете, да еще и с комментариями, зачем и что нам нужно, и как это нас усилит на фронте. В этом пакете, там больше 600 миллионов финансового исполнения, в этом пакете в основном наступательное оружие. Это уже ясно, понятно, американцы нам передают в основном наступательное оружие. В нем батарея Хаймерсов, это четыре машины с боеприпасами к ним, то есть это ракеты либо М-31, о которых я уже говорил осколочные, фугасные, и ракеты М-30, это шрапнель вольфрамовая с воздушным подрывом, в основном противопехотная. В этом пакете два дивизиона Гаубиц, один дивизион Гаубиц, 155-х, это около 16 машин, передаются вместе с боеприпасами к ним. Дивизион Гаубиц, 105-х, также 16 пушек. Это легкие пушки, которые где-то около двух тонн, их очень легко перемещать по позициям, и именно как раз это и есть наступательное оружие. 155-я Гаубица, дивизион 155-х, ну это уже наши три семерки, которые мы очень хорошо используем на поле боя. В 155-х снарядах, там несколько десятков тысяч снарядов, но важно полтысячи скалибуров, которые нам передаются, уже примерно понятны наши потребности, где-то полтысячи скалибуров мы используем в течение недели. Потому примерно каждую неделю, либо раз в две недели дают тысячу скалибуров, либо каждую неделю 500 скалибуров. Вот это как раз наша потребность для нашей работы по передку. И скалибур – это высокоточный снаряд с очень маленьким круговым вероятным отклонением, дальностью до 50 километров. Это как раз один из тех снарядов, которые выбивают логистику, выбивают склады и командные пункты наравне с «Хаймерсом». Важно, сейчас начали американцы нам передавать противопехотные, так называемые, снаряды, около тысячи штук, кстати, снарядов, к тем же 155-м, а 155-й арте – это снаряды по установке противотанковых видов. Тысяча снарядов – это достаточное количество для того, чтобы выполнять на одном участке, как минимум, выполнять определенные наступательные, в том числе, маневры. Очень важна передача американцами. Сейчас 200 машин «Макс-Про». Это «Беттеры», «Беттеры» на базе довольно-таки хорошего грузовика, причем это «Беттеры», которые могут перемещать по полю боя практически отделение до 10 человек. Там довольно-таки неплохая турель стоит с крупнокалиберным пулеметом, то есть это, в принципе, машина может использоваться как машина поддержки, особенно по режиме наступательного боя, перемещать резервы очень быстро, хорошая скорость, V-образное надмище, то есть там есть защита и от мин до 10 килограмм практически в тортиловом эквиваленте. Поэтому именно вот такого рода еженедельные транши, которые нам выдают, это как раз то необходимое количество вооружений, которое сейчас нам нужно для выполнения наступательных действий. Роман Григорьевич, то есть, подводя итог всему вышесказанному, сейчас мы видим основное изменение в том, что предоставляется украинской стороне Западом, это то, что речь идет больше о наступательном вооружении, чем о воронительном, как ранее. Правильно понимаем? Так точно, да. Перешли на наступательное вооружение. Да, ситуация, видимо, меняется. Настолько она динамична, и ситуация в ближайшее время тоже будет меняться. Мы следим за развитием событий. Сейчас хотим бы вместе с вами и нашими зрителями посмотреть еще один коротенький видеоролик. Касается этот видеоролик непосредственно частичной мобилизации, которая сейчас происходит в Российской Федерации. Что говорят сами чмобики, о том, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся, сейчас узнаем. Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. Подойди к этому. Сейчас так же. Неизвестно. Кто, куда, куда едет, в какой части приписаны. Оружие на руках, но оно не записано на нас. Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. И один автомат вы не прописаны в нашем военнике. Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отношения скотские от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охрененное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны. Были найдены в части. Они были найдены на улице в части. Слышь со мною. Физически неуравновешены. Вроде бы даже улыбки на лицах у некоторых, хотя в основном лица скрыты. Настроение мы видим крайне негативное. Прокомментируйте, пожалуйста. Как крайне негативное? Это плащи Рославны местным газетам. Вторая армия мира скатилась до вот таких вот видео. Роман Григорьевич и нашим зрителям давайте объясним. Это видео было записано под Белгородом. Там несколько сот человек с оружием высадили из поезда. Никто ими не занимается. Они рассказывают о том, что они находятся в скотских условиях. Ну, о старом оружии и найденном оружии они сами рассказали. Вот как вы оцениваете такой биоматериал, которым нас пугают как массы, которая может значительно усилить ресурсы Российской Федерации? Что могут, какие военные дыры могут закрыть вот такие вот чмобики? Как вы считаете? Ну, мы видим сейчас явные признаки перегрузки мобилизационной системы России. Та система, которая могла как-то 50 тысяч человек в месяц вооружать, обучать и отправлять в определенные точки. Сейчас на нее нагрузили больше 100 тысяч, потому у них вся логистика поломалась. То, что мы видели сейчас, это, скорее всего, выход эшелона с чмобиками, так называемыми эшелоном, в сторону Валуек. Валуйки – это Белгородская область, это та база, с которой, можно сказать, около 100 тысяч российских вояк зашли в Украину, в сторону Купенска. Валуйки кто-то в последнее время обстреливает именно эти базы. С этих баз убрали военнослужащих, ушли вертолеты с Валуек из-под обстрелов, потому, скорее всего, вот такие эшелоны застряли в движении на эти базы, и дальше они не знают, что делать, принимают решение, что делать с этими чмобиками дальше, так как нет смысла никак повезти их на Валуке. И они попадут под обстрел, а пешком они, естественно, не дойдут. Быстро перебросить такое количество людей невозможно. Потому, пока они будут, скорее всего, ночевать в этом месте, пока не примут какое-то решение. Это не военнослужащие, это просто, ну, пока какой-то биоконтент, который где-то получил оружие, действительно, максимум, что они получили, это стрелковые автоматы. Их, в принципе, можно использовать, если их перебросят, допустим, сейчас в район Бахмута, Донецка или того же Сватова. Их могут усилить, не усилить, а бросить на восстановление тех частей, которые сейчас выведены и на доукомплектование. Там у россиян в части есть 50% недостачи личного состава, потому их могут просто в эти части завести, пока поставить на клетки, ну, а дальше они будут принимать какое-то участие в боевых действиях. Это не воины, это, можно сказать, их будут использовать в качестве ишаков. Мы об этом уже говорили не один раз. То есть, это вьючные животные, принеси, подай за штурмовыми группами, за штурмовиками, которые уже воюют очень давно. Они как раз, это очень легкая цель для этих вот ракет, которых мы сейчас только шуравлили. В том-то и дело, Роман Григорьевич, принеси, подай, это еще не самая худшая для них судьба, наверное, но мы же знаем, что большинство из них уготована роль задержать просто ценой своей жизни, задержать и затруднить работу вооруженных сил Украины. Просто пушечная. Роман Григорьевич, последний вопрос, только если можно короткий ответ от вас. Мы видели, что у некоторых из этих чмобиков в руках были автоматы. Немного, но тем не менее. Как вы считаете, эти стволы могут быть направлены в направлении Кремля? Да, после того, как уйдет как минимум половина в гробах, вернее, в пакетах обратно, эти стволы будут направлены уже в обратную сторону. Им деваться будет некуда, потому что после 50% потерь они начнут работать уже против своих командиров. Хотя Кремль мог уже и подстраховаться, и выдать им бутафорское оружие. Выдавать-то там, выдавать-то там, выдавать боевой там уже нечего. Боевые потроны они где-то нашли. Хорошо, спасибо. Роман Григорьевич, мы очень благодарны вам за этот разговор. Роман Светан, военный эксперт, был гостем нашего эфира.